Здравствуйте, я сейчас кратко расскажу, что происходит. Группа «Сансара» образовалась в 1996 году. Но днём своего рождения мы считаем 1997 год. 6 февраля мы тогда первый раз собрались на настоящую репетицию, а до этого всё время мы где-то по подвалам играли, по парадным, на улице, на гитарах. Ну, наверное, как все. В общем, с 1997 года мы ведём отсчёт, тогда нас было четверо. Вот из того состава сейчас здесь присутствуют два человека. Это я и Сергей Никулин, наш бас-гитарист «Бессменный» все эти годы. Спасибо. Потом у нас появился первый состав, нас было четверо. Там ещё был Михаил Портнов, а Антон Щербановский. К сожалению, обоих сейчас уже не застать, потому что у каждого своя проблема, связанная с достаточно плохими вещами в жизни. Поэтому их здесь нет. Мы его показывать не стали, потому что и не хотели, и собрать мы их не могли. Но мы сейчас здесь исторически воспроизводим наш состав, где-то приблизительно 99-2001 годов выпуска. Таким составом мы играли на фестивалях «Пушкин Драйв», ездили по нашим тут ближним регионам в Комунар и так далее. Это называется группа «Сансары». Те, кто помнят, в зале есть несколько людей, которые на тех концертах бывали и видят, что это. Сейчас попробуем всё вместе вспомнить. Ну и там вокалист Алексей Рябинин, который скоро выйдет и вас будет радовать. Субтитры создавал DimaTorzok Вот время одного потратило меня, Демонный я проклятает тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо! Вот так приблизительно было во времена Окс Сейчас Окс медленно попытается перерасти в оркестр «Сансара» Но сначала частично он будет и Окс , и «Сансара», а потом вообще в оркестр мы плавно выкатимся Настя, убери чуть-чуть, пожалуйста, рабочие отсюда, спереди, совсем чуть-чуть. На сцене у нас как раз появились наш прекрасный бэк-вокал Катя и Ольга. Наш новый клавишник Артем, у нас наш украинец Ипко, он уехал на Украину. И вот ему попросили в новогодние праздники поработать в Киеве. И он поэтому не смог сегодня здесь выступить, но, как счастье, у него оказался друг Артем, наш местный царской сел, который за него сегодня будет все исполнять. Но следующую композицию вы, наверное, многие знаете. Также, наверное, очень многие смотрели фильм, который получился благодаря тому, что у нас уже была эта композиция. То есть эта композиция дала им название и вообще стартанула всю идею с этим фильмом. Ну а те, кто не смотрел, советую в поиске вбить «Небо видело все» и 38 минут насладиться настоящим искусством. Спасибо. Что тебе рассказать про бездомное небо окраин, Про великий покой Безмятежно гнилющей реки Это можно назвать Не особо удавшимся рай Да зови хоть тюрьмой Все равно мы с тобой земляки Что же слить и плачь Это стоит бездомное брача Это стоит в любви Стоит вверх и стоит тебя Да Кто смыть, скажите про нас Никогда не случится иначе Мне уже все наоборот Не думать другого друга Что тебе рассказать? Про кусок сочерствевшего хлеба Про пролитую кровь Про легко позабытую честь Знаешь, в каждом глазах Есть кусочек огромного неба Небо видело все Небо видело все И осталось таким же, как есть Что же слить и плачь Что же слить и плачь Это стоит бездомное брача Это стоит в любви Стоит вверх и стоит цельца Просто и сказка про нас И когда не случится иначе Мне уже все равно Не придумать другого друга И когда не скажите И когда не случится Что же снись и плачь? Это стоит без смеха и плача Это стоит в любви стоит вверх И стоит в сердца Грустный сказ не про нас Никогда не случится иначе Ты уже все равно не будешь думать в другом, другом Ты уже не будешь думать в другом, другом Ты уже не будешь думать в другом Ты уже не будешь думать в другом, 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 другом У нас вообще в последнее время, в последние годы мы поем только о любви песни И поэтому песня о любви будет Сейчас мы прямо переинкарнировались вообще уже в состав оркестра Сансары В его нынешней постоянной У нас не хватает только шейки ирониста Который сдает сессию Многие смотрели фильм «Боя с тенью» первую часть Все видели, да? Помните там такую сцену, они стоят И она ему говорит, ты понимаешь, что любовь это такая штука Это вот такая штука Но это, короче, когда как Тайсон бьет, только больнее Вот это вот любовь Вот сейчас про это будет песенка И сердечные мышцы сбивают извечный пинт Я не слышал, где чье это имя веками звенит Чуть повыше наших сплавленных потом дел Чуть повыше Ведь бьет, как Тайсон, дащит тебя в разнос С нашим отжимателем поездом под откос Это просто слой, слой на муле Очень близко к твоим пульсирующим зрачкам Подолистка, знаешь, выигрывать по очкам У судьбы невозможно, как бы кто ни хотел У судьбы Это бьет, как Тайсон, дащит тебя в разнос С нашим отжимателем поездом под откос Это просто слой, слой на муле С нашим отжимателем поездом под откос Поездом под откос Это просто слой, слой на муле С нашим отжимателем поездом под откос 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 И когда-нибудь, возможно, такие эксперименты будут и в будущем. Так что для тех, кто надеется увидеть нас на сцене, продолжайте надеяться. Это когда-нибудь обязательно сбудется. Ну, собственно, да, я тоже хочу вступить в разговор и сказать, за что мы ценим музыкантов, которые выступали только что перед вами. Да, они прекрасные музыканты, но ценим мы их не только за это. Вот небольшой экскурс в историю с точки зрения значения группы Сансара для рок-музыки Пушкина. Пушкинская рок-академия представляет церемонию награждения премии в области рок-музыки «Надежда года». Время неумолимо подталкивало пушкинский рок-н-ролл вперед, и на смену поколению художников и безумцев двигалось более рациональное поколение гранжа. Творчество группы «Нирвана» стало той точкой отсчета, с которой начался путь в музыку для Петра Желтухина. Кстати, и название для его собственной группы возникло тогда, как слово, смыслово перекликающееся с названием любимой команды. Вот так случайно полученная от знакомых кассета создала нового музыканта. Но не только музыканта. Кроме умения играть на гитаре для того, чтобы достичь чего-то, нужно еще умение организовать собственное выступление. Знание множества технических и организационных тонкостей, которым в обычной школе не учат, да и нигде в ту пору не учили концерты делать. А потому Петру пришлось все осваивать самому, начиная с концерта в родной школе и до больших фестивалей, которые будут у него позднее. А тогда, в 1997 году, у молодых ребят, назвавших себя группа «Сансара», была одна проблема – где репетировать? По счастью, неподалеку от дома героя этого повествования был обычный подростковый клуб «Вымпел», который к тому времени был заброшен и уже долго не работал. Там не было педагога-организатора. Тогдашнее руководство районного подросткового центра «Пушкинец», которому принадлежал клуб, готово было пустить туда порепетировать юный вокально-инструментальный ансамбль. Но только в том случае, если ребята найдут взрослого человека, который станет руководителем этого клуба. В это время Юрий Аронович Беркович, отец одного из музыкантов «Сансары», вышел на пенсию, и когда к нему ребята обратились с просьбой стать руководителем клуба, он согласился, тем самым решив проблему с помещением. Постепенно ребята стали обрастать звуковой аппаратурой, набирать опыт в различных выступлениях. Тогда еще не было рок-фестивалей, но на отчетных концертах районного подросткового центра «Пушкинец» группа «Сансара» была несомненной звездой. «Пушкинская рок-академия» представляет церемонию награждения премии в области рок-музыки «Надежда года». Ну вот, такая история на самом деле стоит за группой «Сансара», которая дорога на нем не только как группа, но и еще как тот центр, который стал центром притяжения для молодежи, для музыкантов, и центром для создания основы будущих побед. И этот центр притяжения возник в 1997 году. Я прошу дать на сцену свет. Я приглашаю на сцену Петра Желтухина, группу «Сансара». Я приглашаю на сцену наших очаровательных девушек из студии «Пэшн Дэнс». Они выносят премию «Надежда года 1997» группа «Сансара». Спасибо большое, Петр, за то, что было сделано в клубе «Вымпел». Именно клуб «Вымпел» тогда стал основой для будущих рождений и побед. Вручается премия «Надежда года 1997». Хрустальное яйцо – символ премии. Поздравление от администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, Дома молодежи Царскосельский, диплом Пушкинской медиагруппы, который бы, возможно, и не было бы никогда на свете, если бы тогда, в 1997 году, не открылся бы клуб «Вымпел». Продолжение следует...